Текст одиннадцатый Когда начинает преобладать гунна благости, все врата тела озаряются знанием. Комментарий У материального тела девять врат – глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все девять врат освещены признаками благости, живое существо находится под влиянием гунны благости. В гуне благости зрение, слух и вкус не подводят человека и позволяют ему воспринимать мир таким, как он есть. Человек в гуне благости очищается изнутри и снаружи. Признаки счастья и умротворения украшают все врата его тела, помогая понять, что он находится под влиянием гуны благости. Текст двенадцатый Когда возрастает влияние гуны страсти о предводителе рода бараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение и ненасытную жажду наслаждений. Комментарий Отличительные признаки гуны страсти Текст тринадцатый Оказавшись под преобладающим влиянием гуны невежества, опатома куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии. Комментарий Покрываясь тьмой, человек лишается знания. Те, кто находятся под влиянием гуны невежества, не следуют никаким регулирующим принципам. Они все делают, как им заблагорассудится, без ориентиров и целей. Хотя они способны трудиться, они не любят прилагать усилия. Это называется иллюзией. Их сознание продолжает работать, но сами они проводят время в бездействии. Таковы признаки гуны невежества. Текст четырнадцатый Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие, чистые планеты великих мудрецов. Комментарий Люди, поклоняющиеся Хиранья Гарбхе, достигают высших планет, таких как Брамалока или Джаналока, где наслаждаются райским счастьем. Большое значение имеет употребленное в этом стихе слово Амалан, что значит «неподверженный влиянию гун страсти и невежества». Материальный мир полон скверны, но гуна благости является самой чистой формой материального бытия. Есть разные типы планет, населенные различными видами живых существ. Тот, кто умирает, находясь под влиянием гуны благости, поднимается на планеты, где живут великие мудрецы и великие преданные. Текст пятнадцатый Умирая в гоне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью, а, умирая в гоне невежества, попадает в царство животных. Комментарий Некоторые люди думают, что однажды, получив человеческое тело, душа больше никогда не воплощается в низших формах жизни. Это неверно. Как сказано в данном стихе, умирая в гоне невежества, человек рождается среди животных. После этого ему приходится снова подниматься по эволюционной лестнице до тех пор, пока он в очередной раз не получит тело человека. Поэтому тот, кто действительно осознал ценность человеческой жизни, должен подняться на уровень гуны благости, а затем, благодаря хорошему общению, возвыситься над всеми гунами материальной природы и обрести сознание Кришны. Таково предназначение человеческой формы жизни, иначе никто не сможет дать нам гарантии, что в следующей жизни мы снова получим тело человека. Субтитры создавал DimaTorzok